ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Не знаю, справлюсь я с этим или нет, да и зачем вообще акционный портал? Пока что я в рейтинге здесь на первом месте, но это сотка, это не стопроцентный мой результат. Теперь с переходом на пятую звезду Айрон Паука есть больше возможностей, да и побьют мой рекорд. Я в этом не сомневаюсь нисколечко, поэтому придется еще немножко поднапрячься. Акционная гонка под прессом, такая очень-очень коротенькая, всего лишь сутки на нее дали. Смотрите, смотрите, пока я набил рекорд, я выбил 16 миллионов 858 тысяч 800 очков. Здесь нужно было такую вот тему набить. Видим, мой рекорд это 6, господи, более 6 с половиной миллионов очков. Там у меня коэффициент был зверский, что-то около 55, 6 миллионов я еще не набивал ни разу. Ну, фигня полная выпала там из акционного портала, опять обычный пятизвездочный костюм. Новых пауков у меня в принципе нет. Пули не пробиваемые, мне очень нравится в последнее время, прокачал до трех звезд, то есть он выпал еще разочек. Очень-очень нравится мне его положение в команде, то есть уклоняешься, дабл делаешь, счетчик комбо увеличивается, быстрее растут очки и так далее. Сейчас я отправлю энергию тому, кто ее так невероятно сильно желает. А, нет, нет, это у меня 39 подарков. В ежедневной гонке, в предыдущей, я занял еще раз место в сотне, и поэтому мне дали еще одного электропрут паука, соответственно, он у меня сейчас на четырех звездах. Вот так вот. Если я выполню событие, шокирующее событие, тогда мне дадут еще одного паука, он станет пятизвездочным. Соответственно, останется всего лишь одно, всего лишь одно единственное событие, которое, кстати, называется Enter Electra. Мы можем в новостях о нем почитать, о расписании вот этих вот событий. Смотрите, вот сейчас у нас идет ПАД-2, A Shocking Development, а третий называется Enter Electra. С 29 сентября по 1 октября оно будет проходить, соответственно, с завтра. И каких тут нам пауков дадут использовать? Электропрут паука и кого? И все, и все. Только Электропрут паук будет давать бонус. Бонус к вашему счетчику очков. Такие дела. Могу выполнить сюжетную миссию? Нет. Нету. Космический паук. Знаете, мне космический паук до сих пор не попался. Я осознал, понял, нашел свою связь с Леонардо Ди Каприо, которому так и не дают Оскара, а мне так и не дают космического паука. Спокойно пройду сейчас обычную миссию под названием Обратной Дороги. Нет. Нужно уничтожить 23 противника злых, получить 5 изотопов, чуть меньше 5000 опыта и, надеюсь, этого хватит, чтобы хотя бы перейти на следующий уровень. Разбойники стерветника разбегаются, как крысы с тонущего корабля. Осталась лишь кучка благонадежных. И вот с этой самой кучкой говна предстоит справляться нашему Айрон Спайдермену. Такие дела. Немного противников, всего лишь их-то 23. Однако же, однако же, территория крайне неприветливая, лишь потому, что здесь будут лазеры атаковать нашего Человека-паука. Наверное, эта миссия единственная, что я вам покажу в данном видео. Но, но, можно еще пробежать акционную гонку, где нужно набивать комбо. Примерно покажу, каким дерьмом я занимаюсь. Как много бесполезно потраченного времени я использую немножко не туда. Но, тем не менее, тем не менее, все это делается для того, чтобы сидеть в топе и, собственно, доминировать. Вот именно для этого я прохожу гонки, занимаю первые места в акциях. Увы, но первые места не среди всех людей. Я так и ни хрена не понял, как же там по регионам, не по регионам, может, по часовым поясам. Распределяются эти топы, но, вон, чуваки разные присылают, и разные чуваки с разными топами. И, соответственно, первых мест не так уж и мало. То есть, много, много из чуваков, которые занимают первые места в акциях. Но, удивительное дело вот, что у меня в друзьях есть несколько китайцев, которые есть в топах. Это очень и очень странно. Какого черта у меня китайцы делают в друзьях? Они же пилец какие задротливые. Они очень и очень мощны. В плане-то игровом, я имею в виду, естественно. Корейцы, китайцы, все азиатики. 52 уровень. Очень здорово. Теперь можно с этим 52-м пойти прямо вот в шокирующее событие и немножечко пробежаться. Я не скажу, что я поставлю рекорд или увеличу свой. Нет, просто совершенно не напрягаясь. Каких пауков мне здесь выбирать? Сейчас у меня выбраны те, которые дают коэффициент. А третьим, третьим, вернее даже не третьим. А как же мне так сделать? Вторым, вторым я выберу айрон паука. А вот первым сейчас подумаю. Взять 70-го уровня железного паука, либо, вернее не железного, бронированного, либо, либо... Пуленепробиваемого. Коэффициент меньше, коэффициент меньше. Но за уклонение будут давать повышенное количество комбо. Пофиг. Мне на пониженный коэффициент. Зато, зато именно перед первым боссом, когда скорость моя не так велика, я смогу большее количество очков заработать. А там, когда уже сломя голову побежит паук, будет совершенно все равно. Что ты там от кого уклоняешься? Как туда бежишь? Потому что думать нужно только о спасении своего драгоценного зада. О том, чтобы никуда не врезаться, никогда не впорваться. Совершенно нежно пробегаю. Набиваю опыт своему железному пауку, айрон спайзермену. Я почему-то постоянно путаю бронированного. Пуле непробиваемого теперь уже, вон, присоединился к ним. И железного. Железного бронированного пуле непробиваемого. Чувствуете, да, что свойства этих костюмов должны быть похожи. Но, однако же, это три совершенно разных. Соответственно, железный это вот красненький паук с желтым символом. Бронированный это в белом таком обличии, в бело-черном. И пуле непробиваемый тот, которым я сейчас бегу. Видим, что электро появился крайне рано. То есть, только-только началась гонка, и вот он уже тебе. Молодец. Без штанов. Практически. В электрическом одеянии. Не-не, ну этот-то электро у нас в штанах. Он нормальный чувак. Это стандартный электро из ультимейта вселенной. Вот тут парень действительно без штанов лазит. Там и тут. Что-то я на уклонениях немного комбо собираю. Потому что для этого нужно быть крайне сконцентрированным парнем. Иногда получается так сконцентрироваться, что ты более чем на 6,5 миллионов очков набегаешь. Как в акции с порванным пауком сейчас. Но в моем топе уже вряд ли меня кто-то опередит. Поэтому пытаться заново я не буду. Так вышло, что удалось выложиться на 100%. И немного это, ну относительно немного времени это заняло. Не то, что вот в этой акции, где я так толком... Я же даже из семерых боссов здесь еще ни разу не побил. Набрал я 3 с лишним миллиона. Но 7 боссов-то я так и не убил. Соответственно, как я их убью, должно быть чуть больше 4 миллионов очков. И вот с ними уже можно побороться против каких-то перцев из топа. Соответственно, соответственно. Принимая во внимание все, что я сейчас сказал, нужно толково добежать до финала. Вот и все. Ой, сохранил комбо. Видели, в самое последнее мгновение я сохранил свое комбо. Особенно это много не дало нам. Но, тем не менее, лучше быть классным пацаном с большим количеством комбо. Кинул скриншотик в свою группу ВКонтакте, где у меня 300+. И тут чуваки просто нагнули меня своими офигительными, просто офигительными счетчиками. Не помню сколько там точно, но там точно больше чем 500, больше чем 600. Я просто обалдел. Все бы набивал, вот они точно первые в своих топах. Но, чуваки, жалко, жалко, что мы не в одном котле варимся и с друг другом не сражаемся по очкам. Это очень странно. Хотя в мировом рейтинге, в мировом рейтинге, по-моему, все равны. И каждый может посмотреть там у каждого, где он и что. Пересечься с ним, в общем, рекордом. Помериться пиписками. Вот такие дела. Так что не обязательно в комментариях писать, нет, это я первый, а нет, ты первый. Чуваки, топов до хрена. Во-первых, на разных устройствах. Во-вторых, не знаю, как во-вторых делятся, но их действительно много. Тык. Давай, давай сейчас немножечко еще комбо соберем. Два босса, ну что-то, знаете, два босса-то я замочил, а у меня даже полутора миллионов очков нет. Как-то это стрёмно. Наверное, нужно было выбрать армированного, армированного паука. Был бы коэффициент 50+. И, соответственно, больше бы, больше бы я смог собрать. Моя скиллованность, хочу заметить, день от дня все повышается и повышается. Не знаю, заметно ли это на видео, потому что тут я гораздо более амебно играю. Потому что сижу не особенно удобно, тут что-то говорю, провода торчат, микрофон, не позволяющая такая обстановка мне расслабиться и сконцентрироваться на одной. Единственная задача, можно больше очков набить, больше очков. Но, все равно, пытаюсь показать вам, что могу. А-а-а, да. Всего лишь полтора миллиона. Не буду, не буду я тратить изотопы. Коёп у меня 31, может быть, слотик купить. Таким образом, как бы, себя ограничить. Ой, даже на 53-й не прыгнул мой железный паук. Но, уверен, уверен, что мой рекорд в 3 с лишним миллиона еще побьют. Поэтому нужно немножечко, немножечко, хотя бы на пару уровней улучшить своего Айрон Спайдера. И тогда уже, не боясь, не боясь за изотопы, погнать, погнать прямо вот в путь. А вот 10 тысяч комбо, ну сколько тут осталось еще? 5 тысяч пятьсот пятьдесят девять. Дофига, дофига, я вам скажу. Вчера я вообще практически не играл в эту гонку. Соответственно, сегодня начал, поэтому напряжение, напряжение адовое. Такие дела. Я жду с нетерпением, когда же апнут игру, добавят третью главу, добавят симбиотического паука. Очень и очень жду. Там этот, как он, Моралиса, Негропаука, не особенно жду. Семизвездочного, простого. Ой, как сильно жду, потому что у меня их будет куча. Просто куча. Как обычно. Как обычно. Везет мне. Еще раз, еще раз выпал. Очередной пятизвездочный простой. У меня было их вот в качестве еды. Тут четыре штуки. Я просто кому-то на корм их послал. Ну, их в задницу. И вот опять начинаются по очередному кругу. А, да. Они меня преследуют здесь. Помимо акционной гонки с Железным Пауком, ну, в смысле, шокирующие события, еще нужно еще одну ежедневную пробежать. Но, если я вновь войду в сотню, а я войду, дадут очередного Электропаука. Но Электропаука я буду зарабатывать также за акцию. Соответственно, у меня пятизвездочный Электропруфт Паук и еще один ненужный мне Электропруфт Паук на первой звездочке. Кстати, вот с переводом очень и очень важная фишка. Электропруфт Спайдермен называется этот костюм. Электропруфт. Это значит защищенный от электричества. То есть, Электро не сможет ударить по Пауку, находясь на этом костюме. Электропруфт. Дэспруфт. А у нас перевели это ровно да наоборот. Электрочеловек-паук. Твою мать, какой Электрочеловек-паук. Переводчики наши просто сосут лалку. Я их ненавижу, желаю им рака мозга. А, хотя, наверное, с таким переводом у них и так уже присутствует. Задание ежедневно, естественно, быстренько выполнено. За них получил нужное количество изотопов. Жду, очень жду Паука с космической энергией. Наверное, не меньше, чем симбиотического. Ладно, я думаю, на этом все, парни. Пойду я дальше сам спокойненько играть, набивать себе шишки в этих акциях. Ставьте лайк, если вам нравится Spider-Man Unlimited. Пишите комментарии. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.